Горожане недовольны частыми отключениями света. Иногда даже были дни, когда сидели без света круглосуточно. Когда идут дожди, дует ветер, начинаются поиски масляной лампы. Они даже не знают причины, почему они попадают в такие проблемные ситуации, живя в самом сердце города. Наша съемочная группа узнавала подробности. Мир задается вопросом, как получать мощность от солнечной энергии, у нас все еще возятся с электричеством. Жители улицы Алиева Курмангазы уже много лет испытывают проблемы с освещением. Летом не могут насладиться кондиционером, в зимнее время без тепла с детьми вынуждены мерзнуть. Заболеваемость также увеличилась. Свет отключается. Когда он выключается, это не на пару часов, а целыми сутками бывает. Между делом вновь подают. Я думаю, вот дали свет, уберу-ка масляную лампу, и снова гаснет. Из-за системы отопления насос перестает работать. Потом приходится выкидывать. Потом останавливаем насос, медленно зажигаем, вследствие чего замерзаем и болеем. На этой улице даже не было отдельного персонального трансформатора. Проект изначально был нарисован неправильно. Воздушная линия электропередачи здесь временно установлена. Жители сожалеют о необдуманно проделанной работе. Мы сами приезжаем и видим, что здесь временно тянут воздушную линию электропередач. Вы сами видели. Представители ЖКХ также рассказали, что в городской отдел строительства будет направлено письмо. В соответствии со статьей 912. Поведение в воздушно-электрической сети по обеим сторонам обеих улиц. В соответствии с законом. Однако... Однако для полного завершения работы требуется много времени. Жители говорят, что по крайней мере до окончания зимы свет не выключали бы так часто. А ответственные пытаются решить временно и будут пробовать решить проблему. С наступлением весны полностью приступят к работе и серьезно отнесутся к проблеме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова